Глава 3. Подзаголовок 5. Двойной стандарт ООН. Нигде не предпринималось столько попыток скрыть истинные проблемы Ближнего Востока, как в организации объединенных наций. Когда в конце 1984 года я впервые прибыл в Нью-Йорк в качестве израильского представителя при ООН, мне стало известно, что эта организация ежегодно посвящает два пленарных заседания Генеральной Ассамблеи обсуждению палестинской проблемы, причем каждая такая сессия длится неделю. Первая сессия так и называлась «Палестинский вопрос». Представители арабских стран и государств Третьего мира один за другим выходили на трибуну ООН и осуждали преступления израильских агрессоров, требуя справедливого решения палестинской проблемы. Под «справедливым решением» подразумевалась поэтапная или единовременная ликвидация государства Израиль. Вторая недельная сессия называлась «Положение на Ближнем Востоке». К вящему своему удивлению я обнаружил, что на трибуну выходят те же самые ораторы, которые произносят те же самые речи, дословно повторяя свои прежние сентенции. Я спросил, зачем ООН проводит две абсолютно одинаковые сессии, ведь можно было ограничиться одним обсуждением, сэкономив таким образом время и значительные средства. И уж коли проводятся два пленарных заседания Генеральной Ассамблеи, то в ходе второй сессии следовало бы обсудить именно ту проблему, которая заявлена в повестке дня «Положение на Ближнем Востоке». Для того, чтобы пояснить смысл своего предложения, я раздал представителям стран-членов ООН подробный список актов насилия, совершенных на Ближнем Востоке в течение одного только 1985 года. Этот список был составлен абсолютно нейтральной стороной – информационной службой зарубежного вещания американского радио. Эта служба постоянно следит за развитием событий на Ближнем Востоке. Я исключил из полученного списка события, связанные с Израилем, поскольку они уже обсуждались в ходе специальной сессии по палестинской проблеме в бесчисленных комиссиях, отчетах и посланиях ООН. 1985 год на Ближнем Востоке был относительно беден с событиями. Приняв в расчет это обстоятельство, можно убедиться в том, что список актов насилия производит весьма убедительное впечатление. В моих руках оказался длинный перечень взрывов, убийств, казней, захватов заложников и самолетов, переворотов, пограничных конфликтов. Кроме того, на Ближнем Востоке продолжалась кровопролитная ирано-иракская война. Жертвами актов насилия были дипломаты, журналисты, сотрудники туристических агентств, представители самых различных наций. Иракцы, марокканцы, суданцы, ливийцы, американцы, англичане, французы, итальянцы, швейцарцы, голландцы, русские, японцы и другие. Приведу здесь данные за один только месяц, апрель 85-го года. 1 апреля. В Египте раскрыт инспирированный Ливией антиправительственный заговор. Террористы из шиитской организации «Амаль» захватили ливанский самолет. 2 апреля. Голландский священник убит в долине Бекаа в Ливане. Народная освободительная армия Сахары объявила, что ее бойцами убито 120 марокканцев. 3 апреля. 54 человека убиты в ходе боев возле ливанского города Сидон. Иракские ВВС подвергли бомбардировке Тегеран. 4 апреля. Террористы из палестинской организации «Черный сентябрь» совершили нападение на иорданский самолет в Афинах. Ирак сбил иранский самолет. Сирийские агенты совершили нападение на посольство Иордании в Риме. 6 апреля. Государственный переворот в Судане. 12 апреля. Взрывом бомбы, подложенной террористами исламского джихада, убито 20 посетителей ресторана в Мадриде. 13 апреля. В Ливане совершено покушение на жизнь имама. 16 апреля. В Объединенных Арабских Эмиратах министр нефтяной промышленности чудом уцелел при покушении на его жизнь. Ирак сбил иранский самолет. 17 апреля. Формирование шиитской организации «Амаль» окружили лагеря палестинских беженцев в Ливане. 18 апреля. Разрушена штаб-квартира организации «Мурабитун» в Триполи. 20 апреля. Ирак сбил три иранских самолета. 30 апреля. Раскрыт иракский заговор, в рамках которого должны были бы быть совершены террористические нападения на посольства Ливии и Сирии. Столь красноречивый перечень событий, отражающий постоянную ситуацию, а не временный кризис, невозможно составить ни в одном другом регионе земного шара. В течение многих десятилетий Ближний Восток остается самым нестабильным районом мира. Перечисленные в списке события не связаны напрямую с арабо-израильским конфликтом, а потому излишне даже упоминать, что ни одно из них не удостоилось обсуждения на Генеральной Ассамблее ООН. Ознакомившись с предъявленным мною списком, арабские представители были до нельзя возмущены, по какому праву Израиль вмешивается в их внутренние дела, с какой это стати ООН будет совать свой нос во внутрисемейные в кавычках арабские конфликты. С такими доводами выступали арабские дипломаты в то самое время, когда десятки тысяч человек ежемесячно погибали на Ирано-Иракской войне. Крах коммунизма и развал советского блока привели к существенному улучшению позиций Израиля в ООН. Начиная с 1989 года, Израиль установил или восстановил дипломатические отношения со многими государствами мира, международная обстановка обрела более здоровый характер, но все же очень непросто устранить накопившееся негативное влияние тех долгих лет, когда ООН являлась послушным орудием арабской пропаганды. В ООН арабы научились искусно прятать под ковер все беззакония, творимые в их собственной среде. В этом есть нечто поразительное. Внимание международного сообщества постоянно привлекает арабо-израильский конфликт, в ходе которого за последние 50 лет погибло около 70 тысяч человек. Однако ООН остается совершенно равнодушной к прочим кровавым конфликтам на Ближнем Востоке, унесшим миллионы человеческих жизней. Египетское вторжение в Йемен – 250 тысяч убитых. Гражданская война в Алжире – миллион убитых. Гражданская война в Ливане – 150 тысяч убитых. Ливийское вторжение в Чад – 100 тысяч убитых. Гражданская война в Судане – более 500 тысяч убитых Ирано-Иракская война – свыше миллиона убитых И, наконец, недавняя война в Персидском заливе – 100 тысяч убитых Даже самый незначительный из упомянутых конфликтов намного превосходит по количеству жертв и по масштабу причиненных страданий полувековое арабо-израильское противостояние В этой связи здравомыслящему человеку трудно поверить в возможность обуздать кровавое буйство Ближнего Востока с помощью «палестинской смирительной рубашки»